Православные верующие отметили воскресение Христова. Торжественные богослужения прошли во всех храмах городского округа Люберца. На пасхальной службе побывала наша съемочная группа. Праздник Святой Пасхи для православных верующих во всем мире – это чистое и великое событие. Воскресение Христова. В храм преображения Господня в Люберцах прихожане идут с миром в душе и с чувством радости бытия. Настроение замечательное, светлое. Вот так, наверное, как и все православные. Хотим добра всем пожелать. Мира, любви. Да, Дашень? Читали молитвы, готовились к Пасхе, чтобы встретить ее как следует. Обязательно все почестимся. Поздравим своих родственников, всех верующих. Еще до полуночи священник с дьяконом в алтарь относят плащаницу – полотно с изображением положения во гроб тела Христа. В 12 начинается божественная литургия. И вскоре сотни рук зажигают свечи и с ними идут в крестный ход. Шествие церкви навстречу воскресшему Спасителю. Подзвоны колоколов. С радостной вестью священнослужители и прихожане входят в храм, прославляя победу жизни над смертью. Пасхальные приветствия разносятся повсюду. Из уст настоятеля Преображенского храма верующие люберчане услышали пасхальное послание епископа Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла. Сегодня Христос вновь зовет всех нас на пир веры. Пир царствия призывает кусить от плодов его искупительной жертвы напиться воды, текущей в жизнь вечную. На протяжении многих лет с тех пор, как в Люберцах был построен храм Преображения Господня, вместе с прихожанами светлый праздник Пасхи встречает и Владимир Ружицкий. Благодати Божьей, счастья, удачи каждому из вас. Христос воскресе! Благодарите на воскресе! Для тех, кто постился, можно разговляться сразу после литургии причастия. Дома прихожан ждет праздничный стол и радость близких. Торжественные службы в православных храмах будут идти всю первую неделю Пасхи, приветствуя Благую Весть. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.